Всем привет, друзья! Сегодня у нас вторая часть, мы в студии в Москве на Весницкой. Мы поговорим об Узбекистане и основаниях для подачи на убежище в США, в данном случае через Мексику. Сегодня мы с Игорем. Игорь – журналист. Игорь, представьте, пожалуйста. Думаю, многие тебя уже знают. Меня зовут Нанакин Игорь, член Международной ассоциации журналистов. В некотором родине эксперт по странам Средней Азии, по политической ситуации страны Средней Азии. Мы, кстати, делали с Игорем год назад, полтора года назад, такого рода обзоры. Скажи, Игорь, за год что-то поменялось в Узбекистане? К Узбекистану относится, наверное, то же самое, что и ко многим другим странам Средней Азии. Ситуация там только ужесточилась. Некоторое время назад, когда сменился, когда умер президент Каримов и пришел президент Ользиоев, была некая оттепель. Сейчас все возвращается на круги своя. Все проблемы с правами граждан в Узбекистане стали только жестче. Я понял. Мы не будем вдаваться в подробности, как делается кейс, какие основания усиливаются, как подаются для того, чтобы кейс был выигрышный, потому что это специфика, это работа, это услуга, которая... Ну, это технические вопросы. Технические вопросы, которые на себя берут специалисты. Игорь, скажи, пожалуйста, какие в настоящий момент основания можно использовать для подачи на убежище из Узбекистана в Соединенные Штаты Америки? Ну, в принципе, основания с прошлого года, они практически не изменились, только ужесточились. Ну, я бы выделил, наверное, такие, как нарушение прав женщин. Есть сведения о том, что в Узбекистане производится применительная стерилизация женщин. Это является железным основанием. То есть это полнейшее нарушение прав человека. Нарушение прав сексуальных меньшинств для Узбекистана это тоже актуально. Как оказалось, что в Узбекистане есть достаточно большое количество людей нетрадиционной ориентации, и их права ущемляются. Их права ущемляются и на уровне общества, и на уровне государственных органов. Этих людей избивают, над ними издеваются. Ролики с избиениями вот таких людей выкладывают в интернет. Правоохранители точно так же издеваются, как и эти беспредельщики. Это также является основанием, потому что государство не может и не хочет защитить своих граждан. Понятно, в Узбекистане была такая проблема с религией, когда мечети... Эта проблема никуда не ушла. В Узбекистане проводится борьба с так называемым религиозным экстремизмом, который на самом деле к экстремизму никакого отношения не имеет. Это просто традиционный ислам, который исповедуется там веками. Но, тем не менее, власти называют это экстремизмом. И людям, которые просто идут с мусульманской бородой, строят всяческие препятствия. Заставляют бороды сбрить, заставляют пить спиртное, что запрещено исламом и так далее. Скажи, Игорь, а всегда вот и в прошлом, и позапрошлом году, и даже три года назад было основание такое, это связано с хлопком, как принудительный труд? Это основание, наверное, одно из самых значимых для Узбекистана, потому что принудительный труд никуда не делся, как отправляли людей принудительно на хлопковые поля. Точно так же отправляют и до сих пор. Причем это делается и в отношении студентов, и в отношении школьников малолетних, и в отношении предпринимателей, которых заставляют через органы власти, через экематы. Но это впрямую запрещено в Декларации о правах человека. Там есть специальная статья, которая запрещает арабский труд, а по сути это является арабским трудом. Несколько таких оснований одновременно дают очень большие возможности для того, чтобы получить убежище в демократической стране, такой как Соединенные Штаты. Я понял. Какая-то новая информация, СМИ, отчеты, связанные с Узбекистаном за 2019 год, которые можно прям железно использовать? Информация об этом есть, просто не хочется сейчас перечислять достаточно большое количество фамилий. Фамилии журналистов, фамилии правозащитников, которые подвергаются давлению, которые подвергаются судебным преследованиям. Просто не хочется сейчас загремождать эфир перечисления вот этих людей. Но они есть, их много. Я понял. На Amnesty Freedom House по Узбекистану? Да, на этих самых, на сайтах вот этих правозащитных организаций вся эта информация и есть. Там перечислены имена, фамилии, там перечислены действия, за которые они подвергаются преследованию. Но и помимо тех, кто перечислен в этих отчетах, я знаю, что в Узбекистане очень большое количество простых граждан точно так же подвергаются давлению. И это тоже является основанием. Я понял. Друзья, оставайтесь на нашем канале, следите за обновлениями. Да, то есть мы будем делать такую опеку практически каждый месяц. Вот, вводить вас курс дела, если вы запланировали подать на политическое убежище, если вы из Узбекистана. Желательно, чтобы у вас было несколько оснований. Самое главное, чтобы у вас было понимание основания и то, что с вами происходило, должно быть на самом деле. То есть никто придумывать за вас ничего не будет. Для этого у нас работают психологи, которые собирают все, что было связано с вами в протяжении 10-12 лет. И даже то, что вы зачастую могли сами забыть. Да, и из этого формируется кейс, с которым вы потом пойдете защищать его в миграционном суде Соединенных Штатов. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Тебе, за то, что ты сегодня. До свидания. Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу. ПОСМЕХ ПОСМЕХ ПОСМЕХ